Понятно, что после переворота, когда он там, судя по всему, Эрдоган был, ну, в общем, наверное, на волосок от гибели. Судя по тем сообщениям, понятно, что, как всегда, после переворота, естественно, определенные репрессивные меры, и это неизбежно. Там вопрос уже, насколько они жестокие, не жестокие, но это, в конце концов, внутреннее дело Турции. И второй момент, то, что в этой ситуации, видимо, очевидно, что ему нужна, как я понимаю, что есть серьезные, в общем, у них в Турции, и у Эрдогана, видимо, есть какие-то серьезные соображения по поводу того, что этот переворот был не без участия каких-то иностранных, так сказать, влияния или что-то там, что-то, короче, было, было, и заграничное. И, видимо, в этой ситуации, конечно, логично, что Эрдогану нужно опереться и нужно восстанавливать срочно отношения с Россией и каким-то образом заручиться какой-то поддержкой Российской Федерации. Поэтому, я думаю, что логично, но думаю, что и для нас это в данной ситуации выгодно. Хотя, конечно, видимо, понятно, что доверяться особенно не стоит. Но, с другой стороны, нормализация отношений с Турцией, в общем, я думаю, в конечном счете выгодна нам. И плюс к этому не надо забывать, что Турция весьма важный компонент НАТО. И сейчас, конечно, на наших южных границах. И, в общем, понятно, что и сама страна сильно ослаблена. И, видимо, векторовы движения становятся больше сюда, в сторону Российской Федерации, что для нас тоже выгодно. Это ослабляет НАТО. Поэтому, я думаю, что это, в общем, пока для нас, мне кажется, для России вырисовывается достаточно благоприятная ситуация. Продолжение следует...